ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Львове есть красивые тюлочки? Ну, красивые есть везде. Но во Львове и кроме них есть на что посмотреть. Тогда я лечу во Львове. Что такое? Покажите ваш билет, пожалуйста. Вау-вау, полегче. Я на первом свидании свой билет не показываю. Ну, а я без билета в самолет не пускаю. Идите в кассы. Спасибо. Я и так доберусь. Ну, долго будем стоять? Полетели, меня ждут бузькие тюлочки. Ой. Гудановна, что это ты какая-то странно-счастливая? Я к тебе шел. Ездила на любовь. А когда ж ты успела так быстро съездить на западную Украину? А какая западная Ленина? Ты шо, они в соседнем дворе тут живут. Лев Валерьяныч и Лев Макарович. Такие мужчины. А Ленин говорил, надо делиться. Зацепился. Я извиняйся, где тут тюлочки? Перепрошу, я занятый. Я извиняйся, тюлочки. Вибачте. Я извиняйся, скажите, а тюлочки? Я очень поспешаю. Да, вот так вот. Да. Львов – это точно культурная столица Украины. Так культурно меня еще никогда не посылали. О, привет. Меня зовут Виталик. А почему квас? Я вообще-то тут цукерки продаю, а не квас. Нет, ну просто в тебе такие два симпатичные бидончики. Правда, мне сказали, у Львови есть на что поделиться. Виталик, я его вижу первый раз в Львове. Тому радило бы тебе піти в масок-кафе, випити львовского пива и сходить на Високий замок. Ну да, Львов – это еще и конкретная столица. Так конкретно мне еще неделю посылали. Ладно, будем все. Львови есть, вы не подскажете, кто это такой, что ему памятник поставил? А это памятник Леопольду фон Захер Мазуху, основнику мазохизма. До речи, туристки очень часто пхают ему руку в левую кишень. Там можно намацать, что он без трусов. Ладно. Человечки, не проходи мимо, засовывай руку в карман. Это ты молодец, хорошо придумал. Ого, так тут все для мазохистов. Не хватает только гаситей с играми сборной Украины. Здрасте. Интересно, какая у вас невкусная должна быть кашля, чтобы заставить ее есть сплюхтой? Доброго дня. Сьогодні я буду твоей госпожою. Я что, буду гробом? Да подождите. Это что, вы хотите, чтобы я тут у вас работал без выходных за тысячу гривень? Я не соглашу. Бажаете на шинники чи кандалет? Да важно все. В жизни надо все попробовать. Ай, ебоси, да. Ебоси. Ну, если честно, то якость неудобно в этом всем есть. Ай, что, хватай к мою маму. Вкусно. Ай, дай, 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 дай. Давай запоминяемся. Да сутка, сутка заплачу я за вас, босс. Все, 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 все. Ну, все, все. На. Капец, конечно. Борщ стоит 10 гривей. Судя по ценам, сюда только мазахисты и ходят. Ладно. Перекусил, теперь можно и на высокий замок. Снимите мальчика фигню. А я на свято у Львови була. Да. И тебе, Богдановна, подарочонок привезла. Вот такой магнитик для холодильничка. Ой, какого, Евгеньевна. Но ты понимаешь, что это только половина подарка, чтобы завтра принесла мне другую половину. Какую другую половину? Холодильник, чтобы эту фигню цеплять. Вот, да, отсюда всех тюлочек можно побачить. А можно? Меня зовут Виталика Тебет. Алена? Грета. Греточка. Тебе не холодно? Может, я тебя согреть? Прошу, но я не очень понимаю. Не понял. А ну, переключи раскладку на клавиатуре. Мовим и о польске. Что? О, подожди, ты что с Польси? Так, Украина же польси, друзья. Понимаешь, прошу? Давай устроим Евро-2012. Я забью овто и ворота. Я не понимаю. Ну, что тут непонятно? Дивись, я псе парень. Ты псе тюлочка. Мы пошли до тебе домой. Лежим на псе кровати, будем всю ночь псе на цапу. Не, прошу, я не понимаю. Да, что ж такое? Ну, я извиняюсь, а у вас нема украинско-польского разговорника? Да, красивая тюлочка. Ну, ничего, если не получится в Украине, то поеду в Польшу. О! Здравствуйте, что тут у вас? Добрый день, купите шоколад. У меня и так все шоколадно. Да. Ну, все, конечно, у вас тут круто. Прямо, я говорю, четвертого размера. Хотите подивиться, подругать и попробовать на вкус. Ну, а вы купите шоколадного олева, будет вам на згадку про Львів. А у вас есть шоколадная тюлочка. Не, шоколадной тюлочки у нас нема. Но, если вы хотите, мы можем сделать под замовлення. Так, под замовлення не надо. Вы вообще, если хотите, чтобы у вас нормальная торговля пошла, то сделайте шоколадное Виталика с двумя орешками. Тюлочки будете разбирать, как горит и пирожки. Да. Спокойно, спокойно. Все, все, профессионалы работают. Привет. А можно? Меня зовут Виталийка, тебе. Алена. Котя. Мужик Сана там чинец. Святослава. Святославочка. Свято на лавочке. Святослава. Святослава. Ты что, любишь шоколад? Давай тогда возьмем шоколад и обмажемся полностью. И будем друг друга облизывать. А потом мы слипнемся до утра. Вибачь, Виталийка, но я уже собиралась идти домой. Так подожди, а ты что, местный? Так, может, тогда приютишь у себя на ночь одинокого, симпатичного гостя Львова? А ты сам звездки? Я киевский мажор. Живу здесь у родителей, да. Я же путешествую. Так что, покажешь мне достопримечательности вашего города? Ну, добро. Пишлай. Да ладно. Ой, так вот здесь, если вам надо. Мне покажи сначала достопримечательности города, а потом уже покажи свои. Прошу. А, нет, я не прося. Я виталийка. Богданна, а, Богданна, а я опять во Львов собралась ехать. Кстати, как тебе мой московский акцент? Ты видишь, там во Львове зацепи московский акцент, такие сделают, такие шоу. Ну вот хорошо, а то у меня давно мужика не было. Ой, поеду, понариваюсь. Смело. Львівське пиво – це справжній візит на картку міста. Ще з давних часів воно дуже шанувалось і завжди постачалося на столи до перших осіб держави. До перших осіб? А, ну ты теперь понятна, чого вы не такие законы принимали. Короче, мне это не интересно. Ты лучше скажи, ты проведешь на ночь одинаковости Львова? Віталик, але ж ты просил мене показати тобі визначні місця. Не, ну так я ж не знал, что у вас в Львове їх так багато. И вообще, я уже уставлюсь. Удовольствием бы залез в постель. Намек понятен. Ну, але ж я хотела прогостити тебе пивом. Хочешь скуштувати львівського пива? Чтобы ты знала, а я пиво ще в первом классе попробовал. Та шутка, шутка. Во втором. Такая секретная информация. Мама про це знать не должна. Ну, добре. Пошли уже. О, ну ж люди так кажеш то. Прошу. Перестань просить, у меня ничего не мало. Дед Мороз. Віталик, ну шо ж ти дуркуєш? Чого ж пити треба? Ну, неш, воно ж горькое. Ти шо, не мужик чи шо? Хто я не мужик? Ось то в мене у себе наночить. І тоді ти поймеш, що значить будь щасливий 10 раз подряд. Ну, шо ти таке кажеш? Ти ж навіть келих пива випити не можеш. Хто я не можу? Несіть 20 бокалів. Нічого собі? Скільки тебе пив пива? Оце я розумію. Оце от по-нашому. Ну, шо? Тепер ти оставиш мене у себе на ніч. Ну, а чому б ні? Бачу, ти справжній козак. Такому жодна дівчина не відмовить. Бугдановна, а я відкрила маленьку частну півоварню. Угощайся. Ой. Скажи, как тебе? Евгеньевна, не, если честно скажу тобі, такое впечатління, що варили на воді, в якому стирали белье. Да ще й марганцовки добавили. Так і знала, шо ти секрет розгадаєш. Думуйся, ти ти починю. Вже близько. А хочеш, я тобі покажу ще один цікавий пам'ятник? Так, а якщо ми такими темпами будемо добиратися до тебе додому, то я тобі зараз сам покажу пам'ятник писаючого в Віталіку. Давай присягнем. Так, так, так. Так, так, давай. О, цей трохи. Чудовий вечір, правда? Очень. А не хочеш мене поцілувати? Що? Поцілувати мене не хочеш? Звісно, я думав, що більше все на світі я хочу дюлочку. Но сейчас, после твоего пива, я больше всего хочу в туалет. Все, седай тут с ДБД. Там туалет платный, дай мне греб. Быстрее его. Спасибо. Ты что, вчера на переезде панду потягом с пиво? Да? Но не люблять у нас москалил. Ха-ха-ха. Святослава. Святославочка. Не дождалась. А могла б себе почувствовать счастливой десять раз за миг. Вивод. Чем больше пьешь пива, тем меньше шансов с тюлочками. О, что-то опять поднимает. Я на середину пива выпив 20 бокалов. Теперь сам буду чувствовать себя счастливым десять раз за миг. Девушка, я извиняюсь, у вас не будет 2 гривни. Прошу? Да ну что ж вы все просите тут. Львов – это шикарный город. Город тысячи Львов. А мне надо настоящая львеца. Потому что в постели я лев. Ра-ра-ра. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.